добрый день всем меня зовут светлана и сегодня я отвечаю на один из вопросов заданных в комментариях как поменять иголку на элне 845 ну начну я с того что в вашем арсенале должны быть иглы специальные для оверлока кто-то пробовал шить иголками для швейных машин я не пробовала врать не буду и по этому поводу мне сказать нечего как только попробую я вам скажу а сейчас я вам вот покажу у меня есть специальные иглы для оверлока немецкие шмец и французские боя для меня вот эта фирма она наиболее доступна поэтому я ею пользуюсь также у вас должны быть и отверточки специальная для смены иголок у меня есть вот такая вот маленькая она плоская на кончике у нее специальная форма вырезанная по форме отверстия винтиков и для заправки ниток вам нужен пинцет это всегда легче и проще и подобраться и заправить и и вытянуть ниточку переходим к оверлоку меняем иголки и так переходим на нашу машину у некоторых моделей есть рычажок чтобы вынести вот эту часть к вам чтобы вы видели вот эти вот дырочки снизу у меня такой опции нет я все делаю на ощупь здесь мы видим три отверстия и два отверстия вот эти три это левые вот эти два это правые вот эти левые вот эти правые так теперь справа на машине есть у нас маховик вот этим маховиком поднимаем игловодитель самое высокое положение опускаем лапку потому что она нам будет мешаться я буду ставить сейчас иголочку в левую часть нулевая первая вот во вторую дырочку берем иголку на них у нас колбочка срезанная на всех современных бытовых машинах колбочки срезаны с одной стороны вот эту сторону от себя разворачиваем и вот так вот будем вставлять в отверстие отверткой вы вывинчиваем шурупчик стараемся его не потерять как я а то вам заменять его будет нечем я в прошлом году потеряла винтик вот этот вот и муж мне нарезал много много винтиков что мало ли если вдруг я опять потеряю то вот у меня есть замена толкаем иголку до упора вверх на вот этом месте иголочку ее видно залезла она до упора или не не залезла хорошо закрыть закрутили винтом закручивайте хорошо чтобы при шитье у вас игла не выскочила но в то же время резьбу срывать не надо и все и можно заправлять вот эти вот иголки расположенные вот в этой части заправляются с первой катушки нитка с первой катушки идет в голубой нити направитель в голубой регулятор натяжение нити спускается вот сюда и дальше выходит в иголочку заправляем пользуемся пинцетом ну и и и все перед шитьем не забывайте проверить ваш шов на лоску точке это может пасти ваши изделие от ненужных манипуляций и возможно сохранит его целостность на сегодня это все если есть вопросы задавайте буду рада ответить если понравилось видео лайкайте делитесь в соц сетях мне будет приятной всем всего хорошего и пока пока